здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала а вот и обещанное видео покажу вам сейчас мои покупки с выставки которая называлась бит шоу манхэттене это было это было мое прошлое видео мы с вами тогда погуляли по манхэттену немножко затем погуляли по выставке ну а теперь покупки надеюсь что вам будет интересно потому что многие мне написали что с нетерпением ждут этого обзора ну что ж приступим но честно говоря я начала когда раскладывать все это тут все не видно наверное я даже сама удивилась сколько всего я все-таки успела купить внутри с половиной часа тем более что я денежку откладываю в течение полугода на эту выставку специально потому что знаю что она не дешевая но вы знаете там всегда есть что приобрести есть что купить на что полюбоваться и фантазия сразу разыгрывается до невозможности вот и все что вы видите перед собой то что я сейчас покажу я уже точно знаю что я буду с этим совсем делать вот именно так я обычно на выставках на выставках все покупаю если я вижу какой-то красивые допустим бусины какие-то красивые подвески или еще что-нибудь но я не понимаю что я буду с ними делать я не беру какие бы они там себе замечательные не были мне нужно четко понимать зачем и что ну что ж хватит болтать приступим пожалуй первое что я вам хотела бы показать но вот давайте вот на это посмотрим но на самом деле как видите это колье знаете давно себе хотела что-то купить единственное что может быть а может быть и нет я бы хотела чтобы вот вместо белого было черное вместо черного было белым но может быть я не права но я очень люблю вот такие вот всякие колье геометрические стиль арт-деко и застежка здесь как ни странно это современная вещь все-таки знаете винтажно или под винтаж не важно ну в общем ничего здесь натурального нету все пластик но знаете сейчас это очень очень актуально очень модно поэтому я с удовольствием это забрала так поехали дальше но одна из самых моих таких очень интересных очень таких неожиданных но в то же время отличных покупок это вот этот кабошон посмотрите какой большой это лабрадорит и посмотрите он вырезан вручную но вы помните я вам этот дисплей показывала предыдущий вдруг так случилось что вы не посмотрели конечно же ссылку на это видео я вам оставлю но посмотрите какая красота какая ирезация ах боже мой ой жалею что не взяла больше но знаете все таки один доллар за один грамм я вот за это 19 долларов заплатил то здесь 19 грамм все таки это камень и тяжелый на самом деле так следующее чтобы чем бы я хотела похвалиться это вот этой галтовкой вы знаете посмотрите на нее это же аквамарин натуральный может быть он подкрашен потому что на самом деле я хорошо знаю этот камень это же мой камень аквамарин он бледнее обычно может быть здесь здесь все таки его подкрасили несколько видела я и подделки берут обыкновенный кварц и подкрашивают его а потом объявляют что это там аквамарин например там еще какой-то камень вот но в этой ситуации все таки это было совсем не дешево и я считаю что это не подделка вот я говорю может быть подкрашено что делать с этой галтовкой конечно же я знаю я всегда знаю что делать с галтовкой я применяю галтовка обычно для того чтобы разбавить какие-то другие бусины или наоборот сделать такое простое украшение но в общем идея очень много на самом деле главное носить свой камень аквамарин а у меня как-то знаете закончился был когда-то и браслетки и все но вы знаете как-то уже ушло все давно я покупала аквамарин поэтому почему-то не стала вообще дальше что на что будем обращать внимание это вот на это был там один дисплей один мужик устроил распродаж и так с такой гордостью всем объявила что он устроил распродажу потому что конец дня конец выставки и ему хотелось все продать а я купила вот это знаете что я вам хочу сказать я сильно сомневаюсь что это натуральный агат но слишком он однородный слишком он прозрачный скорее всего это плавленая но все равно тоже сделан из агатовой окрошки но посмотрите какая красота дело в том что у меня есть вот сережки подобного типа но только другого камня я их с удовольствием уже много-много лет ношу вот теперь буду делать вот из этого что-нибудь ну я посмотрю у меня миллион идей на самом деле видите дело в том что это линки вот есть ушко здесь есть ушко здесь то есть это можно и но так это как-то не очень я думаю что надо поставить будет вот так здесь зацепить тут что-нибудь еще подвесить и будет очень даже красиво нравится мне очень посмотрите тут даже я одну штоку прихватила но к сожалению больше не было видите граненый камень такой я хотела побольше взять но никак не получилось потому что быстро расхватали когда он объявил распродажу я не знаю сколько все это стоило потому что я как бы все вместе взяла я не и и и я не запомнила короче вот следующее что я вам хочу показать я купила кольца я всегда покупаю на этой выставке кольца вот посмотрите на это это серебро и камни натуральные но почему то вот это колечко вот она стала всего лишь 4 доллара я засомневалась и я не обнаружила там никакого никакой маркировки внутри что это серебро в общем короче говоря скорее всего что нет но вы знаете у меня есть очень похожи к башу очень большой и можно сделать красоту развести необыкновенную поэтому я его взяла вообще люблю такие камни тут английский это называется туркос цвет но по-русски конечно же бирюза затем я купила вот еще значит смотрите вот эти маленькие колечки вот это вот это они маленькие вот еще вот два вот этих таких это серебро с натуральными камнями когда я спросила вот на этот камень что это за камешек мне правее сказал это рубин но я так решила что ладно не буду я с ним спорить все равно и ничего не докажу но память симпатичные точно натурально насчет рубина ладно помолчим на эту тему очень элегантные эти четыре колечка если знаете первоначальная цена за каждое кольцо вот видите 39 долларов но конец дня конец выставки и тут началось как говорится скидки и каждое колечко продавали за 15 долларов а это уже гораздо лучше в общем я взяла два себе и 2 и 2 сестрички но посмотрим я поеду к ней как всегда конце лета в гости и могу даже говорит что угодно моя сестричка мои видео не смотрит она говорит что день никогда заниматься ерундой правильно видеоработа родной сестры и от ерунда для нее что же я могу сделать она правда занята по-настоящему мне у нее очень много работы и поэтому она всегда отмахивается от любых предложений в общем короче по 15 долларов каждое колечко маленькое это 4 колечко стоит а вот это знаете это моя мечта сбывшиеся вот это янтарь я не знаю натурально ли плавлено ли в серебре и кольцо это конечно не стоило 15 с долларов сколько за него заплатил 35 по моему опять-таки была скидка но я всегда хотела бы такой крупный янтарь колечко такого типа сейчас у меня появилась даже если он и плавлено ну и что и сделано это в польше и мне с гордостью продавец сообщил что это балтийский янтарь ну конечно это балтийский янтарь но плавленый но в общем повезло помните я даже если не помните все равно я рассказывала что там были большие куски янтаря продавались но это для тех кто умеет обрабатывать все это в общем посмотрите мои предыдущие видео где мы гуляли по этой выставке следующее что мы с вами будем рассматривать это то что я купила у одной женщины которые всегда очень интересные сюда подвески какие-то хотя бы на эту нет все будет пластик то что мы посмотрим на пластик художественный совсем не дешевый но тем не менее посмотрите какая удивительная красота как интересно сделано тоже стиле арт-деко затем еще одна подвеска вот такая что вы видели только тоже стиле арт-деко затем вот это мне все они так нравятся посмотрите какая красота вот эти обычные черные дырочка наверху ее могло бы здесь и не быть потому что я это буду расшивать бисером обязательно а может сделаю и проволочную оправу я еще не решила но сам факт вот видите как красиво затем там же я купила вот летис вот такой оправе но это не серебро и посмотрите как интересно вот это сделал задничек понимаете в чем дело у меня есть одна брошь от компании и арти артур пейпера винтажная брошь и она оформлена вот только правда вот с лицевой стороны вот таким вот образом а это современные изделия но это уже готовая подвеска и тут только надо как какую-то цепочку пристроить и и носитель на здоровье называется мне очень нравится надо будет конечно что-то придумать может быть я сплету жгут из бисера попробую подобрать вот такие вот цвета в этот раз я бисер не покупала потому что в прошлый раз я закупилась в очень много красивого и мне как бы хватит уже вот затем вы на этом же дисплее а этом же я себе купила вот это но давно я хотела себе купить вот такое но вы знаете все думала дорого-дорого сейчас еще дороже вот эта штука стоит 25 долларов представляете себе но это полный браслет либо еще что-то я подумаю но мне очень нравится тот случай когда я купила потому что нравится они потому что я увидела какой-то дизайн вот затем я купила там много всяких маленьких бусин ну во первых вот такие были они шли по 2 и было их там пять вот таких вот наборчиков в одном сете прось как интересно то ли это какой-то паучок жучок то ли еще что-то но мне нравится сочетание интересного цвета серый фиолетово-черно-желтый вот что здесь есть правда не очень видно хорошо на самом деле точно вот я описала сколько какой здесь цвет затем купила я подсолнуха теперь жалею что я купила не те подсолнухи надо было большие купить чем там были бусины такие стиле импрессионистов посмотрите еще раз предлагаю видео вот самое предыдущее вы там все это убить вот и вот такие были бусины вот так очень интересно особенно вот я очень люблю вот эти вот бело-черные а это леопардовые какие-то но в общем тоже очень очень применимо и вот еще вы знаете я когда увидела вот эту низку это конечно пластик под янтарь видите но знаете какая интересная форма жалко что дырочка вот так насквозь идет я бы хотел чтобы она быть здесь была вот на грани тогда можно было вот так вот поставить уже как есть так есть я придумаю как это все закрепить в диагонально в диагонально полюбуемся на кристаллы взяла я их очень много и взяла я их не только себе но и для моих классов посмотрите как они хорошо сделано а это китай между прочим но отличная работа и каждая вот такая очень низко стоила 250 то есть это хорошая цена и мне очень нравится вот что это кубическая форма цвета очень много я набрала разных и это мой любимый вот такой цвет видите он как бы идет покрытием аврора бриались переливается но есть и без покрытия вот эти без покрытия и они и круглые а эти граненые затем вот эти розовые взяла розовые себе я не брала знаете почему еще терпеть не могу розовый цвет но он для классов потому что мои все студентки очень уважают розовый цвет и затем я взяла вот такой вот такого цвета было не очень много и потому что самые же были мои ученицы они тоже нахватали я им просто посоветовала потому что вот эти вот бусина это очень хорошие ну как вам сказать промежуточные просто молочные бусины для любого дизайна на самом деле уже проверено вот затем взяла вот такие они такие во-первых с покрытием аврора бриались смотрите какая прелесть вот и и самое главное что мы стали представлять разные цвета к ним она сочетается практически со всеми цветами которые вот здесь есть видеть это очень применимо сколько я отдам на классы я не знаю это зависит от того сколько мне заплатят если заплатят за все значит все и отдам бог с ним потому что мне нужно так много бус на мои классы вы не представляете я вот посмотрела что сколько у меня студентов круговую вы знаете на одном классе у меня обычно 8 10 на другом классе 68 и на третьем классе тоже около 6 вот посчитайте сколько материала мне надо для того чтобы каждого обеспечить я не могу пожаловаться да во первых на одном из классов мне привозят бесплатно донейшем так называемого то есть есть такая у нас ну такой как бы склад где можно взять что угодно то есть там бус последний раз полтора месяца назад менеджер мне привезла оттуда 4 сумки с бусами но там были и металлические такие кристаллы всякие и разные вот поверите ли у меня уже осталось где-то одна треть это за полтора месяца потому что я провожу классы четыре раза в неделю вот и и посчитайте сколько всего ну конечно я работаю с полимерной глиной из проволокой с натуральными камнями но вот такие нужны всегда и много поэтому вот я прихватила вот такие бусины вот мне нужен именно вот такой цвет и такой размер у меня идея когда я их увидела не очень интересные посмотрите неоднородные это конечно же хотя не уверена очень тяжелые на стекло скорее все на цвет но очень интересно не знаю видите вы или нет тут переход от бежевого к белому и в общем это конечно я взяла для класса все это стоило мне 20 долларов у меня сохранился рисит вот вот видите двадцатка поэтому надеюсь мне заплатить понимаете в чем дело у меня тут такая проблема меня попросили чтобы я дала ли сито не больше чем на 20 долларов и вот каждый раз я клянчу или подбираю или подгоняю чтобы было 20 долларов чтобы не заплатили ну что делать но мне очень нравится я говорю у меня есть идея на них очень красивая но посмотрим сейчас я сделала такой класс ой не знаю потянут французское бисероплетение и не потому что там они что-то не умеют они уже много чего умеют просто бисер мелкий для моих бабушек к сожалению но трудно я понимаю не самой трудно я сама не очень хорошо вижу вот но я попробую все таки закончить этот проект но и последнее что хочу показать все уже все вот такие бусы очень они мне понравились и не знаю видите ли они таким на гранях так такой зеркальный блеск очень красиво так и и еще я не вот таких вещей никогда не прохожу вот такие коннекторы но это всегда хорошо между бусинами зацепить получается очень хорошо знаете хороший металл это не пластика не тяжелый но вот практически все что я закупила и купила слайдшот делать не буду потому что вроде бы как все понятно все красиво все мне нравится я еще раз все сейчас снимаю и пересматриваю еще раз вспоминая зачем покупала в общем еще раз переоцениваю все что я сделала но мне нужно еще ваше мнение мои дорогие зрители как вы думаете накупила ли я чего лишнего или наоборот недостаточно но в общем я считаю что вот это будет швёрт я считаю я очень довольна тем что очень довольна тем что я все это купила и здесь начали жалею что я еще не взяла такого одного кабошон или двух маленьких что в сережке сделать но все уже поздно будет один все равно я его разошью бисером обязательно будет красота необыкновенно но она не там пожалуй и все вот я как бы смотрю на все это богатство мою и знаете прям в душе подымается волна радости но вот я такой человек и мне кажется что все это будет очень красиво единственное что у меня не хватает времени на все надо будет крепко кстати подумать что делать вот с этим если у вас есть какие-то идеи мои зрители мастерицы но подскажите мне может быть так я как бы представляю приблизительно но не совсем кстати это было вот последняя низко я захватила больше не было как я говорю это был конец субботы конец выставки и поэтому а там были остатки только но зато и очень были неплохие дискаунты а сейчас я хочу с вами попрощаться поблагодарить за то что вы со мной за то что не забывайте меня смотрите мои видео у меня все прибавляется потихоньку моих зрителей моих подписчиков а с подписчиками знаете я же уже почти почти 3000 у меня мне там осталось сколько 35 что ли поэтому давайте подписываться потому что я знаю что меня смотрят многие но не подписываются на канал но давайте уже подпишемся если вам если вам интересно хочется все таки чтобы стояла гордая цифра 3000 это конечно не миллионы как у многих других блогеров но для меня 3000 рабочему человеку занятому это тоже очень приятно с вами была инесса из нью-йорка до свидания всех вам благ здоровья счастья ну всего самого наилучшего до свидания до новых встреч